8 апреля анастасия как защититься от старшего брата юли добрый день добрый день анастасия вопрос такой старшему 8 лет первоклассник младшему 3 между братьями всегда чувствуется конкуренции борьба за территорию то самцы метят вечно да старший постоянно употребляет какие-то некрасивые словечки нематерные просто некрасивые просто можно было бы из их не произносить или как-то сказать по-другому часто употребляет по отношению к младшему нельзя то нельзя все не трогай отойди нет всегда и во всем нет 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 я воспитывала старшего так я воспитывала и старшего так и младшего что можно все кроме того что опасно для здоровья и сама стараюсь не употреблять нет в речи по отношению к младшему ребенку хочешь рисовать давай лепить хочешь рисовать давай лепить хочешь нет не правильно прочитал сесс хочешь рисовать давай видимо запятая лепить хочешь давай играть в мозаику давай так далее очень покладистые всегда может договориться или запудрить голову если что-то мне надо да я тоже это умею но поскольку старшему видим и не хочется Заморачиваться, играть и качественно Проводить время с братом, то у него 100 отговорок Уйди, не трогай и так далее Он сейчас у вас еще первоклашка в стрессе В адаптации, у него кризис Там 7-летний Как изменить ситуацию? Читали по старшему брату Так, еще раз Как изменить ситуацию? Читали со старшим книгу У Ливы про нельзя Что нельзя, много говорить нельзя Какие могут быть Последствия, но ситуация не меняется Как подружить братьев Сделать из общения качественным Младший часто говорит, люблю брата Обнимает, а он на это ему спасибо Редко говорит, люблю в ответ Что это? Ревность? Анастасия Анастасия Какая у нас будет онлайн-консультация? Мне же надо вопрос задать Это было всегда? Или это появилось в первом классе? Потому что если это было всегда Значит, это ревность Изначально он не был нужен Вашему шестилетнему Нет, подождите 7 лет, минус 3 года 3 года там Младшему 3, да Что 3-то? Между братьев всего чувствуют Юля, добрый день Вы просто такой В старшем 8 Прикладывай Младшему 3 Между братьев всегда чувствуют Ну, 3 года, надеюсь Не месяца 3 непонятно что Понимаете, если И там было 5 лет Нет, 7 минус 3 4 4, да Еще заботиться не хочется В общем, если это появилось С рождением мелкого То это ревность И, видимо, тогда Вы эту ревность не проработали И сейчас нужно старшего Загонять на терапию К психологу Скажем так Ну, как терапия Это громко связано На проработку этой ситуации К психологу Где они в игровой форме Проиграют Во-первых, она поспрашивает Что не нравится Старшему Выяснит, что именно Может быть, лезет в игрушки Может быть, рвет Может быть, они в одной комнате Может быть, он не дает ему Конструировать что-то Может быть, он ему ломает поделки Но нужно будет выяснить Чем мелкий бесит старшего И вот это дело Устранить вам дома И психологу проработать В игровой форме На 10 занятиях Вполне, мне кажется Будет достаточно Проработать это дело Вот, и тогда связь у них появится Психолог еще расскажет Про внутренний мир мелкого Что ты был такой же Ну, в общем, она обработает И у старшего появится понимание Мелкого, скажем так Если это появилось Вот только что Когда он пошел в первый класс Тогда здесь нужно понять Что это не ревность Это действительно нужно зонировать Зонировать зону Зонировать пространство Может быть, он действительно мешает Делать уроки Может быть, у него что-то не складывается в школе И этот раздражает И так все бесит Пришел домой Еще с этим нужно что-то делать Раздражает Ну, в общем, здесь Значит, связано с адаптацией к школе И здесь будет совсем другая коррекция Здесь нужно будет, наоборот, старшего оградить от мелкого Зонировать все Не мешать ему делать уроки Побольше старшему отдыхать Наоборот, не говорить Иди поиграй с младшим А наоборот, загрузить старшего Какой-то ему интересной деятельностью И не подпускать мелкого Никак И позже, когда у него уляжется буря Скажем так Уляжется адаптация к школе Когда там нормализуется Он сам придет к мелкому И захочется поиграть с ним Вот, нужно выяснить Нет, мне обратной связи с вами Выясните Как давно это происходит И вообще, три это года Или три месяца Вот Ну, надеюсь, я накидала вам Какие-то пути решения Вот А вообще, когда бесят Те или иные родственники Говоря, что наоборот Пойди, подари цветок Или поговори Или позвонили Спроси, как дела Еще больше эти родственники будут бесить Поэтому, наоборот, стараемся Вот этого вот Доведенного до истерики Уже, скажем так Человека Наоборот, оставить в покое Чтобы он Эмоции улеглись Буря улеглась Чтобы он С собой Проговорил Это, проработал И захотелось Прийти в этот коллектив Захотелось Играть И общаться И так далее В общем, сейчас вам Прямо одна рекомендация Это Во-первых, выяснить Давно это или недавно Да Для себя решить И К психологу записаться А дома Оставить его в покое И не просить Играть Оказывать внимание И Мелкого Наоборот Забирать Стараться, чтобы не бесил Старший Если увидится, что со школы пришел Допустим, какой-нибудь злой Или двойка получил Что-то не получается Или много уроков И зонировать Да Должны быть разные комнаты Если Старшего не устраивает Нахождение в одной комнате С младшим Должны постараться Разные комнаты Сделать разные углы Вот Это была Анастасия От 8 апреля Надеюсь Помогла